25 команд Приморского края участвуют в военно-патриотической игре «Зарница-2022» в пограничном муниципальном округе. С началом Игорь и ребят поздравили секретарь Генерального совета Единой России, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Дорогие друзья, дорогие участники, хочу вас поздравить с открытием краевых игр «Зарница». В эти три дня вам предстоит пройти сложные, но интересные, очень полезные для вас испытания. Уверен, что в эти дни у вас произойдет слаживание, вы обретете в том числе новых друзей. В течение трех дней ребята будут жить в палаточном лагере и участвовать в состязаниях по строевой и медицинской подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова, выполнению практических стрельб из боевого оружия, метанию ручных имитационных осколочных гранат, проходить тестирование по основным событиям Великой Отечественной войны. Сегодняшняя ваша «Зарница» – это шаг к тому, чтобы стать защитником Отечества, с тем, чтобы в любую трудную минуту для страны быть готовым защитить своих близких, родных, сестер, матерей, бабушек, тех, кто нуждается в вашей помощи. Именно из таких военно-спортивных игр и формируется характер человека. И, как здесь сказал Андрей Анатольевич, здесь вы получите определенное боевое слаживание, умеете обладевать навыками обращения со стрелковым оружием. То есть ориентирование на местности, подчинение приказам. Та слаженность, которая всегда нужна и в военном деле, которая нужна и в гражданской жизни. На общевойсковом армейском полигоне в селе Сергеевка собрались 25 команд из 23 муниципальных образований края. Всего 250 человек. Старшеклассники, воспитанники образовательных учреждений, военно-патриотических клубов, юно-армейцы. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.